Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и снова в SolarGen. На самом деле, версия 0.8.7 вышла намного раньше, чем я думал. Многие говорили, что вот, мы не дождемся этой версии, как обычно, ранний доступ, все дела. Ну вот она уже готова, и готова она даже была уже вчера. Как видите, наконец-то у нас появились настройки звука, немножечко переделали баланс, но с ним еще тоже есть некоторые проблемы. И, ребят, прежде чем мы начнем, мне там писали, что вот, ты показываешь игру, очень странно, нельзя так играть в такие игры, мол, ты нам не показываешь ничего, кроме строительства. Поймите суть, на данный момент, на данный момент, колонисты сами по себе в игре, они не интересны, потому что они особо ничего не делают, у них нет никаких особо потребностей, ну, за исключением там есть спать и так далее. Это все, вот эту социалку, будут вводить в следующих версиях. То есть, на данный момент, в первую очередь, эта игра, это симулятор строительства колонии, то есть, вы получаете контракт, заключаете контракт и строите колонию, а потом ее, допустим, продаете, ну, или оставляете себе и на ней зарабатываете деньги. Но это симулятор строительства, и было бы удивительно, если бы я в симуляторе строительства не показывал строительство. Значит, мы в этот раз будем работать на ЕС, то есть, у нас будет, скорее всего, колония, ну, ладно, я не буду, Ютуб все-таки тоже немножко толерантен, поэтому мы не будем. Основать колонию, основать колонию на 27 колонистов, ядрить Мадрид, и дают нам 16 миллионов. Что тут есть еще интересного? Ткани в инженерии, ребят, я просто пока исследовать, я прочитал сначала, исследовать нежданчики, думаю, приплыли. Так, обломно, что нельзя заключать и то, и другое, то есть, нельзя два контракта заключить, как я понимаю. Ну, давайте основать колонию, заключаем вот этот вот контракт, и, наверное, я не буду ее прям строить, ну, показывать абсолютно все, потому что многое мы с вами уже видели. Но, в любом случае, давайте мы основываем колонию, нам надо найти какие-то ресурсы. Вот, кстати, обратите внимание, во-первых, здесь вот такие вот, а, подсказки были такие, да. Короче, водяной лед появился, то есть, воды нету. Теперь появилось понятие водяной лед. Ну, давайте где-нибудь, наверное, вот здесь вот, мне нравится, по идее, местечко, потому что здесь у нас и вода, и разные металлы имеются. Вот где-то, наверное, где-то вот здесь вот, да. Только есть такое маленькое подозрение, что, как только мы начнем, у нас сразу будет закат. А, нет, напротив, закат у нас будет через 11 часов, то есть, он будет у нас не скоро, наоборот. Начинаем, как обычно, с космопорта. Ну, и, в принципе, я думаю, что можно сразу же заказать некоторые штуки. В частности, мы будем с вами сразу ставить, наверное, 20 солнечников. То есть, заказываем 140 фотоэлементов и 40 деталей. Также можно, в принципе, заказать... Ну, ребят, я думаю, что детали можно заказать вообще сразу тысячу. А вот фотоэлементов ограниченное количество, потому что они идут у нас исключительно на солнечные панели. Правда, по-моему, с первым челноком нам ничего этого не привезут. Да, видите, у нас три челнока, нас ожидает. Так что ждем, пока прибудут все три. Кстати, гринни балбес, на самом деле. Смотрите, насколько можно сократить размеры всех этих окон. Просто нас интересует только вот это вот. Правильно, вот это и склады нас интересуют. То есть, куча информации, которая нам, в принципе, была не нужна. Но я ее использовал постоянно и засорял себе экран, фактически. Итак, для солнечников у нас все есть. И давайте мы их построим. Мне опять-таки писали постоянно, что какого черта нам столько солнечников, типа, тебе не нужно. Ты играешь как попало, ребят. Я играю далеко не как попало. Потому что основная проблема, почему я строю столько солнечников, у нас пока нет никакой статистики совершенно использования энергии. Кстати, у меня ее вообще убрали. То есть, мне ее теперь вообще не показывают. То есть, я не могу сказать, сколько мне солнечников нужно. Нет, я могу, конечно, если я буду высчитывать каждое помещение. Но мне это надо. Мне это не надо. Это уже в области, знаете, не грамотной игры, а в области извращений каких-то. Так, давайте мы сразу же сюда поставим аккумулятор, соответственно. Вот у нас появился текущий заряд аккумулятора 0%. Короче, статистика у нас появилась. И нам надо как можно быстрее построить больше вот этих вот солнечных панелей, чтобы, во-первых, зарядить аккумулятор. Во-вторых, чтобы нам боты мозги не компостировали. Давайте пока закажем всяких нужных вещей, чтобы шаттлы нам их все возили. Лучше заказать всего и побольше. Ну, не то чтобы побольше, но хотя бы там по соточке, да? Почему так? Да, мы тратим много денег, но вы помните, что здесь могут быть забастовки, какие-то перебои. Можно остаться вообще без всего этого. Поэтому я заказываю сразу на 5 миллионов 700 тысяч. И сразу я хочу поставить еще один космопорт. Я надеюсь, что нам позволят это сделать. Тут какие-то есть с этим проблемы. По ходу дела, ребята, теперь есть ограничения, сколько шаттлов ты можешь построить. Не знаю, с какой целью это сделано. Но, ребят, вот здесь вот точно можно было поставить шаттл, а теперь его поставить здесь нельзя. Видимо, чтобы не обузили складами. Вот, после установки второго солнечника у нас боты уже больше не заряжаются. То есть они постоянно у нас идут с зарядкой и позволяют нам строить прям много-много-много этих солнечных панелей. Так, значит, у нас 7 штук их. Давайте мы сейчас построим их хотя бы 10. И добавим сюда еще парочку аккумуляторов. Чтобы на эту ночь нам точно хватило. Ну и все, можно начинать заниматься строительством. Нет, не можно. Гринни, как обычно, забыл построить склад топлива. Давайте мы его куда-нибудь вот сюда вот в сторонку поставим. Потому что он нам здесь вот прям на базе не нужен. Теперь можно будет заказать водичку. Кстати, да, появился водяной лед, как видите. До этого была только вода. То есть вот этого вот материала вообще, в принципе, не было. И пятихаточку, наверное, давайте кислорода закажем. Ну и начинаем мы строительство, естественно, со шлюза. Следующим этапом у нас будет небольшой коридорчик. Три на три блока с парочкой стеклянных комнат. А остальные будут самыми что ни на есть дешевыми. Далее мы делаем вот здесь вот небольшой отросточек. Здесь у нас будет, скорее всего, складская комната, либо медблок. Возможно, да, здесь будет у нас медблок. Но чуть-чуть позже, ребят. Сейчас мы здесь коридорчики поставим вот так вот. И, наверное, перейдем к строительству жилого блока. У нас необходимо сделать 27 комнат. Это значит три блока по девять комнат. Причем красивые комнатки, стеклянные. Да, можно было бы сэкономить, но я не буду. Расставляем здесь везде двери. Дальше, соответственно, кровати в каждой комнате надо будет поставить. Ну, а без шкафчиков они пока как-нибудь обойдутся. У нас ресурсов на это не хватит. Так, значит, я, честно говоря, задолбался ставить вот эти вот 27 кроватей везде. И получилась у нас вот такая вот колония. Ну, как колония. Это пока у нас именно жилые блоки. Три блока по девять комнат. И следующий этап у нас медицинский блок. Размерчик больнички у нас три на два. Дверцу давайте мы поставим слева. И теперь, что касается оборудования. В этот неостекленный угол мы ставим хирургический стол. Парочку ширм, чтобы отделить будущие койки от операционной. Ну, и сюда шкафчик с инструментами. Так, теперь, что касается коечек. Я думаю, что я пока поставлю пару кроватей. Больше нам не надо. Вот такой вот медблок у нас с вами получился. Следующее помещение чуть дальше медблока. Это у нас, соответственно, склад. Два на два блока размером. И на него мы ставим вот эти вот складские, я не знаю, складское оборудование. Шесть единиц каждое оборудование дает склада. Напомню, что космопорт дает десять. То есть уже восемнадцать, двадцать четыре. То есть уже в два раза больше, чем космопорт вмещает это помещение. И, наверное, в центр давайте мы поставим чисто для красоты. Вот так вот отдельно небольшие вот такие вот складские блоки. Я думаю, что это придаст какому-то шарму, что ли. Вот такая колония у нас получается. Что дальше? Дальше я думаю, что нам надо будет заняться столовой. Восемь гребаных часов спустя. Ну, на самом деле, может быть, даже и больше, чем восемь часов. Короче, сделал я вот такую вот столовую. Я сначала сделал большое помещение, а потом прикинул, а нахрена нам такое большое помещение. И убавил его. Значит, здесь у нас одна плита. Но сюда можно будет впихнуть, я думаю, что и вторую плиту. Рядышком у нас вот такая вот биореакторная. Значит, один вот такой биореактор дает в час, перерабатывает три единицы, соответственно, биоресурсов, биоотходов. И дает нам три единицы топлива. Ну, точнее, не топлива, а нефти. Потому что топливо делается из нее уже. Значит, здесь у нас три столика, понятно. Я надеюсь, что на наших ребят этого будет достаточно. Дальше что? Дальше я поставил, соответственно, в коридорчике диванчики, вот такие вот скамейки и автомат для еды. Что еще создано? Создана вот такая вот наркола... Исследовательская лаборатория. Здесь пока у нас только столы физиков. Ну, потому что мы, скорее всего, будем заниматься именно физическими исследованиями. Опять пойдем вот по этой же линейке. Композитные наноматериалы. Это даст нам новые добывающие установки. Потому что, напомню, что наша цель это заработать на этой колонии денег. А это можно сделать только за счет производства. Ну, надеюсь, что здесь вообще продавать-то можно, что-нибудь будет. Нет? Пока до сих пор ничего продавать нельзя. Но будем надеяться, что когда у нас появятся какие-то ресурсы, можно будет. Значит, дальше что? Это у нас электростанция. Здесь, соответственно, у нас генератор. Правда, сколько вырабатывает этот генератор, я хрен его знает. Здесь не показывают. Здесь показывают 10 единиц топлива на энергию. Насколько энергии, я, вот честно, абсолютно не могу сказать. А здесь у нас с вами что? Это у нас серверная. Кстати, по идее, можно сэкономить. Хотя, даже не знаю. Вернуть-то все равно нельзя купленные комплектующие. Давайте мы пока вот два блока вот этих вот разберем. Я думаю, что, в принципе, нам вот такого маленького помещения хватит. Короче, у нас все есть. Больничка, склад, серверная электростанция, соответственно, питание у нас имеется. Все, что надо, все у нас есть. Пока нет только производственных установок. Ну, и самого производства. Это все мы с вами сейчас и будем делать. Но нам опять не хватает электричества. Мне там говорили, вот я говорил, да, что я слишком много солнечников ставлю и т.д. и т.п. Так, не играют. Ребята, блин, у меня солнечников. Блин, а что я не могу, да, приблизить? Ой, точнее, отдалить еще дальше. Нет? Никак? Что-то как-то странно. Раньше можно было прям вот далеко удалять. И было тогда светло все и замечательно. А теперь что-то не получается. Ну, ладно, тогда давайте будем заниматься наймом персонала. К сожалению, нам до сих пор не дают выбрать, кого брать, кого не брать. Это будет в версии 0.9, как сказал мне разработчик. Поэтому сейчас надо будет рандомить. Во-первых, естественно, мы повара нанимаем. Ну, и начинаем адово рандомить. Медик, промышленник и добыча полезных ископаемых. Принимаем. Так, вот, два добычика. Принимаем. Ну, медиков нам точно не надо. Еще два добычика, один производственник. Короче, чем больше добытчиков будет, тем лучше. Вот только я не уверен, что мы вообще можем с вами торговать, если у нас с вами нету станции на орбите. Есть такое мнение, что надо обязательно будет иметь... Кстати, подождите секундочку. А здесь есть что-нибудь по поводу торговли, ребят? Ничего я здесь не вижу, только про орбитальные станции. Необходимы для сообщения колоний на разных планетах друг с другом пересылки персонала и грузов. Кроме того, они могут быть преобразованы в космические корабли и отправлены к еще не колонизированным планетам. Нифига себе. Нет, это все, конечно, интересно, но мне сейчас важнее, как продавать. Показать только полезные ископаемые. Итак, вы можете торговать только с теми странами, что имеют космопорты на этой планете. Знаете, мне кажется, что здесь с описанием какая-то лажа, потому что когда мы... Помните, да, когда мы отдали колонию в прошлый раз, нам написали, что эта колония теперь будет являться космопортом на этой планете. То есть, возможно, возможно, что торговать мы с вами и не сможем вообще, в принципе. То есть, нам тогда с вами надо будет заработать как можно быстрее денег, чтобы свою колонию открыть. То есть, по идее, нам сейчас надо нанять те самые 27 человек, чем-то их занять, вот, и быстренько закончить, соответственно, ну, посмотреть, как это все будет работать. Закончить данную колонию, отдать ее и начинать строить свою колонию с блэкджеком и шлюпками. Ну, сколько-то я нанял, я так и не понял, сколько. Давайте мы сейчас немножко подождем, тем более, что у нас скоро электричество отключится. Такие радостно довольные 98%. Это они еще не знают, что их здесь ждет. Мне в упрек писали, что я не показываю, что делают колонисты, что, типа, самую главную часть я пропускаю. Ребята, главная часть состоит в том, что они сидят и ничего не делают. То есть, по факту, они реально ни черташеньки не делают. Ну, давайте поставим тогда вот эту вот установочку сейчас сюда. Через шифт. А, хотел сказать, две поставим. Нет, у нас боты не работают, поэтому сорямба. Две мы точно не построим. Так, ну-ка, давай посмотрим, что ты у нас будешь добывать. Давай мы тебе поставим только лед добывать. Это же лед, я надеюсь. Да, водяной лед. О, первый пошел на работу. Правда, электричество... А, у нас, да, у нас восход. Все нормально. Восход у нас произошел. Зарядка у нас пошла вообще. Зарядка у нас пошла, но нам что-то все равно не хватает. Либо аккумуляторов, либо солнечников. Как видите, солнечников у меня просто додурим. Давайте попробуем сделать еще один аккумулятор тогда. Да, 97%, видите. И нам надо... Короче, да. Мы так просто не отделаемся. Нам надо еще драгоценных металлов или что-то типа того. Давай пока солнечники поставим. А покупать я, наверное, пока не буду. Мы попробуем сейчас добыть это безобразие. Хотя покупать придется. Платы придется покупать в любом случае. Сейчас проверим, короче, будет у нас что-то добываться или не будет. А, смотрите. Пошел водяной лед добываться. Все нормально. То есть добыча пошла. Это хорошо. Да, вы знаете, без второго шаттла-то грустно на самом деле. Все прям очень долго стало. И робот, кажется, к нам прибыл, ребят. Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, все еще не прибыл. А кто тогда там? Синенькие такие. А, вот. Исследователи. Исследователи у нас появились. Давайте мы тогда их быстренько сюда назначим. Давай, вперед работать. И нам не хватает сидушек, да? Ну, потому что нам не хватает рабочих мест. И поэтому ребятам делать нечего. Они где-то хотят сидеть. А сидений тоже как-то маловато. Что я по поводу этого могу сделать? Да, нихренашеньки. Могу им диван сюда поставить еще один. А сколько вам не хватает? А, одного и не хватает. Ну, давай мы поставим тебе сюда диванчик. Из-за внезапного кризиса возник дефицит рыбы. Ага, то есть овощи до этого. Ну, это я вам не показывал. Пока строил там овощи в дефиците стали у нас. Теперь еще и рыба. И у нас 81 уже льда есть. Нам надо какое-то маленькое производство делать, как я понимаю. Где-то. Ну, я думаю, что вот в этой части мы с вами будем строить производственные помещения. Блин. Традиционно у нас марсиане тырят лампочки. Ну, давайте мы сейчас их прикупим. Потому что сделать я их сейчас вряд ли смогу. Хотя мы сейчас будем какое-нибудь производство налаживать. Да, 150 лампочек. Хотя бы хоть бы 5 миллиончиков где-нибудь заработать. Ну, не, какие 5 миллиончиков? О чем вы вообще? Давайте мы посмотрим, что здесь, во что перерабатывается. Меня в первую очередь интересует... Слушайте, а по-моему стало намного больше производственных зданий. Стол для починки роботов. Так. Литографическое оборудование. Слушай, не, меня интересует переработка. Вот, смотрите. Значит, растопитель льда. Значит, 27 деталей, которых у нас... У нас даже детали кончились. Ядритская сила. Так, наконец-то робот приехал. Вот он, давай. Робот 401. Замечательно. И еще 3 шаттла. Блин, ребят, как с одним шаттлом грустно играться стало. Прям, прям капец как грустно. Так, что у нас по аккумуляторам? Слушайте, давайте пока, наверное, мы переключимся вот здесь вот в добыче. Вот на это вот драгоценности, короче. 21 единица в час. Или как она там? Драгоценность. Цветные металлы. На цветные металлы переключимся. Их можно сразу вот использовать. То есть их не обязательно перерабатывать. Их можно использовать сразу же. И мы сейчас с вами сможем... Вот, 170 штук у нас имеется. Мы с вами сможем сразу построить еще один аккумулятор, которого нам сильно не хватало. Правда, мне кажется, что сейчас как раз приедет нам... Приедут цветные металлы. 99 процентов. Почти на ночь хватит. Теперь, что касается строительства. Да, ребят, добывающие установки мы можем с вами еще сделать. Давайте вот так вот парочку замутим. Поставим сюда кого-нибудь работать. У нас ребят, которые хотят добычей заниматься. У нас их вагонище, на самом деле. Я лучше поставлю по одному материалу, чтобы понимать, сколько у нас где чего работает. Так, две на лед, наверное, мы поставим сейчас. Пускай он добывается. И еще парочку мы с вами поставим на цветные металлы. Не, слушай, они даже ночью работают. Обратите внимание. То есть им по барабану они прям красавцы. Значит, цветные металлы мы тоже добываем. Это нам позволят всякие аккумуляторы. Там делать сжалка плат. С платами, конечно, проблематично. Так, слушай, а мы можем растопку льда-то замутить? Нет? Прилетели нам уже необходимые вещи. Слушай, да, растопитель льда мы можем замутить. Только как бы здесь надо явно потолочек повыше сделать. Короче, для того, чтобы сделать вот этот перерабочек льда, надо сделать тройные потолки там, где он будет стоять. Сейчас посмотрим, войдет он или нет. Надеюсь, что войдет. Вот, да, теперь он сюда входит, но почему-то не в угол. Вот так вот сюда, пожалуйста, вставайте, сударь. Так, а второй сюда поместится сразу? Второй не поместится. Надо сюда еще расширять помещение. А у нас, к сожалению, на это нет ресурсов. Так, столик. Еще лампочки нужны. Жесть. И у нас, соответственно, с вами появится водичка сейчас. И дальше нам надо будет вот эту штуку сделать. Электролиз воды. То бишь, из воды мы будем получать кислород, либо водород. Но тут нам тоже не хватает каких-то материалов. Сейчас посмотрим, что нам там не хватает. Похоже, что нам не хватает стали. Ну, как я понимаю. Ну, давай соточку прикупим. А еще лампочек нам надо будет. Без них никак. И деталей придется. Господи ты, боже мой. И сколько у нас осталось денег? Сколько я заработаю? Пока пять мультов. Но это еще не все. Это еще совсем не все. В общем-то, все переработано, как я понимаю. Весь лед мы переработали в воду, потому что я его больше здесь не наблюдаю. Цветных металлов у нас, кстати, стало намного больше. А наши ребята-то вообще работают, не работают? Алло. Ребяты? Господи, а с тобой-то что не так? Ты-ты че? Ты че плющишься? Сейчас не занят, а? Никто жрать не хочет, по всей видимости. Так, этот парнишка у нас добывает, по-моему, цветные металлы. Здесь у нас... Да, лед пошел добываться. Из-за внезапного кризиса возник дефицит фотоэлементов. А вот это вот вообще неприятно. Потому что у нас, по-моему, фотоэлементов-то я бы не сказал, что много. Так, слушай, а мы можем воду перерабатывать в кислород-то сейчас? Как вы считаете? Прилетело нам то, что надо. Производство полимеров. Вот, значит, электролиз. Ну, давай попробуем куда-нибудь здесь его запихать. Так, а ему тоже двойные потолки нужны? Им, по ходу дела, всем нужны двойные потолки, как минимум. Ну, давай поднимем здесь везде до второго этажа потолочек. Нет, не получилось. Опять лампочки, по всей видимости, кончились. Нет, кислород кончился. Так, парниша, давай-ка мы как-нибудь быстрее начнем изготавливать кислород, потому что иначе я боюсь, что у нас наступят проблемы. Так, электролизную установку мы поставили. Давайте назначим сюда еще одного производственника. Да, то есть, соответственно, мы теперь лед перерабатываем на воду, а воду, как видите, вполне себе эффективно перерабатываем на кислород. Главный вопрос, да, только мне кажется, что он прям совсем всю воду перерабатывает на кислород. Это, наверное, не очень хорошо. Так, слушайте, а что у нас там по поводу, значит, наших ребят? Меня интересуют добытчики. Сколько? Много добытчиков у нас пока не имеют рабочего места. Это, с одной стороны, не так уж и плохо, потому что мы можем поставить еще добывающие установки, но, с другой стороны, у нас нет электричества. И еще, знаете что? Да, гринни балбес, на самом деле. Гринни балбес. Ну, это давно было известно. Ребят, я почему-то думал, что имеет смысл отменять какие-то ресурсы в добыче. Может быть, и имеет смысл. Но, как бы, если там склады забиты, еще что-то. То есть, на самом деле, производительность никак не меняется от того, добываются еще какие-то ресурсы или нет. Поэтому нет никакого смысла ничего отменять здесь. То есть, имеет смысл добывать абсолютно все, чтобы эти установки работали и добывали максимум всяких разных ресурсов вот таким вот макаром. На производство не хватает следующих ресурсов. Это интересно, каких ресурсов не хватает? Что-то я не совсем понимаю. А, на производство еды не хватает, что ли? Интересно. Ну, воды, понятно. Это на производство кислорода, как я понимаю, не хватает. Как вообще у нас тут дела? Водяной лед. Вот, да, водяной лед производится. А у нас кто-нибудь занимается производством сейчас водички-то? Братишки и сестренки, а также их родители. Ну-ка, давайте мы ускоримся. Правда, у нас скоро закончится электричество. Ё-моё. Так, ну добывается все более-менее быстро. Но воду, видите, он сразу мгновенно преобразует в кислород. Вот я не знаю, на самом деле нам надо столько кислорода или нет. Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы сейчас вот здесь вот пока поставим ограничение, допустим, в 300 кислорода. А то он реально всю воду абсолютно в кислород будет перерабатывать, а это не совсем то, что нам нужно на данный момент. Да будет свет, сказал электрик и перерезал провода. Давайте посмотрим, если я добавлю, допустим, еще один аккумулятор. Ситуация что-то как-то не сильно улучшается. Давайте два аккумулятора добавим. Вот, да, 100%. То есть нам реально не хватает именно аккумуляторов, не солнечных панелей. И надо будет еще подкопить, наверное, цветных металлов. Что там у нас по поводу цветных металлов? 160. Слушай, ну сейчас еще сможем сделать, да. Цветные металлы вполне себе добываются, как и все остальное. Значит, у нас есть проблем, что фруктов нам не хватает. Фруктов и ягод нам не хватает. Ну и еще пшеницы. Это все дело придется явно закупать, потому что, ну, вообще-то там есть такая профессия, как садовник. Но вот хрен его знает. Так, секундочку, а что у тебя такое? Что произошло? У тебя нету работы или что? Или потребности европейская кухня? Ну, давайте мы закупим ягод. Где-нибудь 200, допустим, да. И вот пшеницы мы закупим, ну, 300 пускай будет. Как-то так. Ягоды, так овощи тоже сотку пускай будет. И фруктов 200 тоже. Нельзя экономить на наших ребятах. Ну, как это? Ну, неправильно. Так, значит, что еще по строительству я хотел бы сделать? Давайте еще один аккумулятор поставим, вот так вот с промежуточком. Чтобы уже точно на все нам хватило. По поводу исследований. 60 процентов. Так, у нас двое здесь работают, да? А есть еще какие-то ребята, которых можно сюда устроить? А-а, нету. И он все еще чем-то недоволен, на самом деле. А, еды не хватает. Да, еды не хватает. Подожди. Ну, да. Нам не хватает для производства еды, ресурсов. То есть, надо подождать, пока прилетит корабль. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. И робот перестанет колбаситься. И, может быть, что-нибудь приготовит нам пожрать. И нам надо существенно больше добывалок. Ну, как я смотрю, вот видите, здесь производство 0 в час. То есть, СО2 я могу только здесь производить. 0,9 в час. Ну, это как-то неинтересно. Значит, опытный насос тоже здесь ничего не добывает. Опытная скважина тоже ничего не добывает. То есть, по факту добывает что-то, только вот этот вот опытный бур. То есть, возможно, имеет смысл еще их сделать. Какое-то количество. Еще 5 штучек поставим. А, может быть, и больше придется ставить. Потому что сколько у нас там производственников-то? Ого, ребята, у нас производственников существенно больше, чем мест для производства. Еще 2 штуки надо, как минимум. И это нам еще 9-х надо будет нанять, ребята. Так что, возможно, придется даже больше строить. Что радует? Радует то, что нам пока хватает электричества. Так, производственников мы текущих всех вроде как трудоустроили. Проблемы с едой самоустранились, как видите. Да, действительно, нам просто не хватало еды. Ну, компонентов для изготовления еды. И что у нас по персоналу? Значит, нам не хватает двух производственников. Как я понимаю, мы можем уже сделать роботов ремонт. Нет, все еще не можем. Нам еще нужны лампочки. 180 лампочек нам надо. Ну, давайте прикупим. Причем именно 52 лампочки, чтобы было вот ровно 180. Пора начинать экономить. У нас 5,5 мультов осталось. Так, кто-то куда-то не может попасть у нас. Да ладно, блин. Робот, ты же работаешь уже. Что-то куда ты там не можешь попасть? А, кто-то за стол не может сесть, ребята. Вы знаете, со столами, да, какая-то бодяга есть. Вы помните, я в прошлый раз их переставлял. Я их переставлял вот так вот под углами. Это было не просто так. Потому что именно были какие-то проблемы с тем, чтобы к ним подойти. Будут ли они сейчас жаловаться, я не знаю. Так, эффективность научных исследований снижена 83%. Так это у нас играет. У нас еще не все люди. Не все люди у нас еще наняты. Однако, что у нас по ресурсам? Смотрите, кислород у нас есть. Вода у нас с вами тоже появилась. А, теперь они в водород, да, все это переделают? Гениально. Подожди секундочку. А мне нужен вообще водород? Ребята, а кто сказал, что мне нужен водород? Давайте мы его пока запретим. Не нужен нам водород. Спасибо. Ибо я же не зря ограничения поставил. И вот ремонт роботов еще сюда мы поставим. Главное, чтобы он сейчас не заблокировал доступ к электролизеру. И знаете, что нам еще надо сделать? Теоретически надо сделать еще регенерацию кислорода. Так, ну, во-первых, давайте назначим сюда персонал. И сколько у нас? Остался один производственник незадействованный, да? Так, значит, СО2 и водород в топливо. Так, водород и кислород в топливо. Так, что у нас тут еще интересного есть? Всякие варианты, короче, как можно получить топливо. Топливо и кислород в полимеры. Меня вот только напрягает сама цифра. Так, ну, полимеры теоретически, а почему бы и нет? 66 моторов нам надо. Смотрите, с какой скоростью у нас биоотходы появляются. Они явно не успевают переработаться в углеводороды. Вот, ну, сейчас посмотрим. Возможно, что я сейчас больше биореакторов просто поставлю. Все необходимое нам привезли. Давайте мы сейчас быстренько сюда поставим еще вот эту штуку. Значит, кислород. Будем производить полимеры. Вещь тоже, в принципе, полезная. Так, только она что-то не хочет сюда никуда влезать. Так, производственные, пожалуйста, коридоры нам точно не нужны. Значит, вот такое вот у нас получается. Производственное помещение. Кстати, можно было бы еще в эту сторону регенераторы сделать какие-нибудь. Слушайте, давайте пока, наверное, не будем мы никакие регенераторы делать. Потому что наша задача, мы сейчас не себе колонию строим. Мы сейчас колонию строим по заказу. Да, ребят, вся эта штука теперь сюда прекрасно влезает. Есть контакт. Производятся только полимеры. Давайте-ка мы зайдем вот сюда вот. Посмотрим, где они у нас тут имеются. Вот они, полимерчики. И делать давайте мы будем их штучек 200, допустим. Я просто не хочу, чтобы они сейчас сюда весь кислород переработали. Это тоже будет неправильно. И назначаем сюда персонал. Вот он, последний, трудоустроенный. Теперь нам еще 9 человек надо нанять. Для полного, так сказать, счастья нашей колонии. Троих научников возьмем. Двух производственников еще одного научника. И еще один такой же комплект. Не знаю, куда мы будем столько научных деятелей девать. По всей видимости, придется строить здесь больше различных столов. Давайте, наверное, мы еще физика... Подожди, сейчас сначала надо посмотреть, что у нас там по исследованиям. Значит, нанотехнологии. Кто у нас чем вообще занимается? Термоядерная энергетика. Так, ну это биологи. То есть вот это вот физики. Я надеюсь, что это физики. Но с другой стороны, подождите, а ядерная электростанция, это же тоже что-то такое. Блин. Ладно, давайте подождем сначала, пускай они все прилетят к нам. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Да, кислород, он улетает с реактивной скоростью. Так, топливо тоже. А полимерчики что-то как-то, ну не очень, честно говоря. Ладно, сейчас у нас больше будет людей в добывающей отрасли. Так что у нас ресурсы пойдут в хороший такой плюс. Так, совместными усилиями кризис удалось преодолеть. Великолепно. Назначаем сюда еще научных деятелей. Пока только одного. Нам надо еще столов сделать, как я понимаю, да? Так, давай еще одну, еще один стол физика. Потому что сейчас мы изучаем исключительно физику. Даже давай вот так, блин, два стола физика. Только поровнее поставим его. И, наверное, что еще? Биолога тоже неплохо было бы. И инженера. Но для инженера надо 12, короче, этих самых моторов. Значит, нам надо... Давайте 36 купим моторов еще. А лучше даже 40. Потому что они, по-моему, где-то для ремонта используются. Так как я заказывал, тут мне не хватало 66. Я заказал там, короче, до 66. А у меня офигака 65, короче. Это значит, что они куда-то один мотор дели. Куда могут деть мотор? Только на ремонт куда-то. Других вариантов я не вижу. Да, ребят, эффективность научных исследований снижена. Из-за недостаточного количества научного оборудования. Слушайте, а вот мне... Знаете, что интересно? Там говорили, стройте больше лабораторий. А вторая лаборатория здесь же. Это как-то на чем-то скажется или нет? Давайте-ка мы сейчас проверим этот момент. Давайте мы с вами сделаем вот такую микролабораторию. И посмотрим, что из этого получится. То есть, ну, проценты я вижу, что никак не вырастают. То есть, скорее всего, ничего из этого не получится. Вот у нас рабочее место инженера. Ставим одно сюда. И, как видите, да, у нас эффективность научных исследований снижена. Короче, ни черта не получается. Вот их отлично вообще. Дефицит моторов. То есть... А, дефицит моторов за ко... Нет, дефицит моторов именно. Так, отлично. Просто, просто замечательно. Давайте назначаем сюда еще персонал. Вроде бы вот у нас осталось последние два человека здесь. И кто у нас еще? Медиков. Медики все трудоустроены. И вот здесь вот нам еще пятерых надо трудоустроить. И в принципе, в принципе, мы можем закончить. И отдать эту колонию, заработав пять мультов. Давайте мы опытный бур сейчас еще поставим сюда. Раз, два и три. А, пять. Пять надо, да? Вот так вот, пожалуйста. Что-то я даже переборщил. Подожди. Походу, дело не пять. Походу, там кто-то на что-то другое жаловался. Скорее всего, я знаю на что. Либо на кровати, либо еще на что-то такое. Так, где у нас людей нету? Вот здесь вот нету людей. Давайте мы, значит, эту штуку мы разбираем. Отлично. Значит, у нас, в принципе, все трудоустроены. Я правильно понимаю? Так, необеспеченные потребности. Ну, это потребности к еде. В общем-то, это не важно. Так, а ты что вообще, кстати, голодный-то, балбес? Иди и поешь. В чем проблема-то? Колонистам не хватает европейской кухни. Стройте европейский кафе и готовьте там европейские блюда. Так, а мы что готовим? Мы, в общем-то, это мы и готовим. У нас только вот что-то как-то наш этот робот тут колбасится не по-детски. Давайте, может быть, просто расширим вот это помещение чуть-чуть. Значит, вот эти блоки мы сейчас перенесем куда-нибудь сюда подальше. Как я понимаю, к ним доступ вообще нафиг не нужен. То есть, их можно застраивать как угодно, как понравится. И, по идее, надо будет, наверное, еще поставить таких же штук, а не стоит там какую-то муку. Правда, этой муки у нас тоже не особо-то есть. Просто у нас биоотходов становится все больше и больше. Лучше пускай будет больше топлива. Вот что я думаю. Значит, места стало больше. Надеюсь, что... Да, смотрите, или нет. Или он все равно продолжает колбаситься. Хорошо, давай, во-первых, столик вот этот сюда поставим. А во-вторых, не знаю, может быть, это его нормальное поведение. Но, с другой стороны, у нас запасы еды на 5 дней и голодно 3 колониста. Что за фигня? Так, объекты. Холодильники у нас тут есть какие-то. Зачем они нужны, непонятно. Кухня позволяет готовить еду в колонии. Так, подожди, ну кухня у нас и так есть. Давай вот так вот подносики эти сделаем. Честно говоря, не знаю, что тут еще можно добавить. Ну давай еще холодильник добавим. Может быть, он как-то что-то ускоряет. Может быть, нам нужен второй робот. Я фиг его знает. Ну давайте мы сначала закупим еды, короче. И сюда надо будет, наверное, поставить еще одну кухню. Кухонный стол. 3 в час, да? Подождите, 3 в час. Нам не хватает, кстати, нам не хватает полимеров. А полимеры почему мы не делаем? Или мы их делаем? Ну, делаем, конечно, но как-то маловато пока. Так, 200. Дураки на месте. Да, короче, придется подождать немножко. Как я понимаю. У нас не хватает углеводородов. То есть биореакторы-то есть, но они не сильно справляются. Композитные наноматериалы. Такс, ребята. Значит, давайте-ка мы сейчас посмотрим, что нужно для того, чтобы... Там, по-моему, очень много надо ресурсов. Что нужно для того, чтобы построить такую штуку? 2 тысячи пластин, 100 моторов. А с моторами у нас жопа, да? А можно, значит, ничего не заказывать. Давайте наймем себе еще одного повара. Ну, в любом случае, я скоро построю еще один стол. Это раз. У нас не хватает все больше и больше еды. Я не знаю, по какой странной такой причине всего этого не хватает. Вроде бы сама еда, компоненты у нас имеются. Да, вроде как имеются. Значит, единственное, что надо еще сотку, наверное, пшеницы. Некоторые вещи вообще у нас не уходят. То есть вот ягоды, разве что с фруктами, они как-то... Во, кстати, фруктов не хватает постоянно. Давай на 300 купим. А все остальное вообще никуда не девается. Давайте мы сейчас вот еще одну кухню сделаем. Поставим ее куда-нибудь, наверное, вот сюда. Так, а что это она сюда ставиться не хочется? Ну, вот здесь-то ты встанешь нормально или... Или подожди, или вообще тебя вот сюда вот поставить? Значит, давайте мы сюда еще одного робота назначаем. И надеюсь, что теперь всем хватит. Да, кстати, у нас все вроде бы перестали жаловаться, только кому-то не подойти к столу. Ой, господи, ты боже мой. Не, все нормально или не нормально. Короче, да, со столом какая-то бодяга. Давайте посмотрим, что там по исследованиям дальше. Сверхлегкие высокопрочные материалы. Вот это было бы изучить. Но давайте сначала что-нибудь попроще. То, что у нас требует всего 5 единиц. Вот это мы пока и изучим. Ну что, наверное, на этом мы с вами будем заканчивать. Как видите, производство у нас заработало. В следующей серии я надеюсь, что мы... Ну, я между сериями тут еще исследованиями позанимаюсь, наверное. И мы с вами уже продадим эту колонию и начнем. Либо возьмем еще один контракт и еще чуть-чуть денег заработаем. Либо я уже буду строить какую-то свою колонию. Как-то так. Если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжения, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока. И отличного настроения. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok